Примерно через час после начала этих дипломатических переговоров наши военные предоставили новую информацию о происходящем в Сирии. Это не только удары по лагерям и нефтяным объектам террористов. Есть детали воздушной гуманитарной операции. За подготовкой ко всем вылетам снова смогли наблюдать десятки журналистов. Репортаж Александра Батухова. Побывать на военной базе Хмимим журналистка гонконгского телевидения Дун Сянхуа хотела с самого начала российской операции в Сирии. И обрадовалась, когда такая возможность ей предоставилась. За первый день пребывания здесь, объясняет она, впечатлений уже очень много. Это Су-34. Это самый современный самолет в России. Для меня я тоже первый раз видела этот самолет. Это русская база в Сирию. И это русские самые сильные военные. За время операции это уже не первое посещение иностранными журналистами военной базы Хмимим. На этот раз сюда прилетели почти 60 корреспондентов. Большинство из Европы, как, например, норвежец Мортон Йентов. Он говорит, что сейчас на родине очень многие интересуются тем, как решается сирийская проблема. В Норвегию пришли очень много бестницей из Сирии. Конечно, я просто хотел узнать моими глазами установку средства. И, конечно, я хотел даже слышать в российской войне, военные, как они думают о ситуации, как долго продолжается эта военная операция. Для американца Терри Морона это уже третья командировка в Сирию. Но на базе Хмимим он впервые. Впрочем, и нескольких часов пребывания, объясняет журналист, хватило, чтобы ощутить масштаб усилий предпринимаемых Россией для решения этой международной проблемы. Первое, что меня поразило, это масштабы, размеры авиабазы. Это огромное свидетельство российской мощи в этом регионе. Российские военные очень профессиональны и гордятся тем, что могут показать. Они знают, что делают. И вне зависимости от того, что рассказывают иногда сумасшедшие международные СМИ, все здесь прекрасно обустроено. Все очень информативно и профессионально. В присутствии иностранных журналистов российские самолеты совершили несколько боевых вылетов. Всего за сегодняшний день их было 16, во время которых удары нанесли по 57 объектам боевиков. В районе населенного пункта Хатла, провинция Дерезор, самолетом Су-34, нанесен удар по мастерской, где боевики начиняли автомобили с клетчаткой. Информацию, кстати, об этой цели поступила от представителей так называемой сирийской патриотической оппозиции. В последствии такие бомбы на колесах планировалось использовать для атак на оборонительные позиции и блокпосты сирийских правительственных войск, обороняющие город Дерезор. В результате бомбового удара мастерская террористов совсем ее содержимым была уничтожена. Сегодня же была сформирована очередная партия гуманитарной помощи. Этот грузовой самолет Ил-76 сирийских ВВС в очередной раз доставляет гуманитарный груз в провинцию Дерезор, которая находится вот уже 4 года в изоляции. На борту этого самолета все самое необходимое, медикаменты, продукты, всего в общей сложности там 20 тонн. Груз благополучно доставили в окруженную боевиками провинцию. Гуманитарная помощь, а это уже в общей сложности 50 тонн продуктов и лекарств, еще одна часть российской миссии в Сирии. И о ней тоже рассказывали иностранным журналистам, которые пробудут на военной базе Хмимим под Латакии еще два дня. Александр Бутухов, Юрий Шолмов, Угурам Розилов, Первый канал, Сирия.